Василиса мечтает стать фигуристкой. Да такой, чтобы непременно стадионы стоя аплодировали. Аксель, выброс, ёлочка. Будущая чемпионка уже изучает терминологию и любуется на новенькие коньки, которые подарили ей на день рождения. Спорт – это очень важно, а фигурное катание – это ещё и очень красиво. Мы будем ходить с братом, он очень хорошо катается. Ярослав, брат Василисы, уверен в том, что сестрёнка лёд покорит. Кто-то только планирует учиться кататься, а кто-то уже в предвкушении того времени, когда можно будет скрестить клюшки и начать нешуточную борьбу за шайбу. Яркая, профессиональная игра наших хоккеистов уже принесла им славу и за пределами края. У нас появилась команда. То есть только благодаря этому катку мы все собрались, любители, единомышленники, так сказать, и организовали эту команду. Изумруд, ездили мы на турниры в Крым, на третье место взяли. Ветеран спорта Фёдор Кармишин за наших хоккеистов болеет. В целом же считает, что социальную значимость катка трудно переоценить. Пройдите по городу, хотя бы по микрорайонам нашим. Много наших детей там вот так собирается, ну человек 10, 20, прочее. Нет. В основном сидят у компьютеров. Так давайте их оторвём оттуда. Давайте сюда приведём этот каток. Это будет столько впечатлений для них, останутся на вся жизнь. Воспоминания на всю жизнь о времени, проведённом на катке, уже остались у нескольких тысяч ребят со всего Крымского района. У нас посетило только бесплатно детей, в том числе. Это был организован подвоз из поселения, около 7 тысяч человек. И это не считая взрослого населения, вечернее время. Это больше 10 тысяч человек. И это никто точно тут сказать не сможет. Но я думаю, что в этом году будет ещё больше. В этом году площадь катка увеличилась, он стал шире на 2 метра. Вот мы учли прошлогодние ещё пожелания. То, что каток будет больше, радует детвору. Некоторые воспитанники спортивной школы номер один вспоминают, в прошлом году, как залили ледовое поле, они и домой не спешили. Я выходил с тренировки, ой, после тренировки в том году, и сразу катался. Я хочу заниматься фигурным катанием. Директор спортивной школы номер один отмечает, что каток стал настоящей отдушиной для детей. Особенно в дни зимних каникул. Когда каток будет? Когда каток будет? Когда начался ставиться? Столько было эмоций, радости, что каток будет. Нужен? Конечно, нужен каток. Столько детей здесь, столько эмоций. И взрослые сколько, с бабушками, с дедушками. Положительную оценку ледовому катку дают и учителя физкультуры. У нас же южный регион считается, и каток привлечет больше детей, заинтересует их. Я считаю, это очень хорошо, что у нас заливают каток. Дети, которые не имеют возможности, они ни разу не видели коньки. Некоторые. Им интереснее заниматься, ходить на этот каток. Это очень хорошо, что детям не будет сидеть дома и играть в тот же компьютер. Они будут заниматься спортом, развивать свои ноги. И, конечно, лучше большой плюс за свое здоровье. В ожидании открытия сезона крымчане от мала до велика каждый день с надеждой проходят по площади. Ждут, когда смогут прикоснуться к миру красоты и изящества, грации и спортивных успехов. Это же забота о детях, о досуге детей. Да и не только дети, и взрослые получают очень огромное удовольствие, когда попадают на этот каток, если есть возможность такая. Да и если какой-нибудь матч проходит здесь хоккейный, это тоже интересно для жителей города. Младшее поколение занято, чтобы время у них было, спортом занимались, чтобы они сильными выросли, умными. И, соответственно, как говорится, по заброшенным стройкам не бегали. Чтобы они были, следующее поколение, достойнее нас. Хорошо, что в Крымске поставили каток. Правда, очень хорошо. До Москвы же не каждый доедет. Сначала, когда у меня не было коньков, я еще ходил только по утрам кататься. А потом, когда мне купили коньки, я проходил все время без очереди. Потому что там с коньками без очереди пускать, и каждый день катался. Мне очень понравилось. И спасибо всем, что построили его. Василиса, так же, как и большинство наших героев, с нетерпением ожидает открытия катка. Выполняет различные упражнения на ловкость. Ведь для того, чтобы стать похожей на кумира Юлию Лепницкую, нужно много сил, терпения. И кто знает, может быть, на наших глазах рождается новая звезда большого спорта. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!